Но, конечно, всё равно хорошо, что образование всё-таки было креативно, было настроено. В ежегодной коллегии администрации Дмитровского района по подготовке образовательных организаций к новому учебному году приняли участие руководители школ и детских садов, а также контролирующих служб, Роспотребнадзора, Госпошнадзора, органов внутренних дел и другие. Провела совещание временно исполняющей обязанности главы Дмитровского района Елена Трошенкова. С обстоятельным докладом выступила начальник управления образования Татьяна Довженко. 2016-2017 учебный год завершается, но мы можем уже по ряду направлений деятельности подвести некоторые итоги и реализировать. Введён в эксплуатацию детский сад в городе Дмитрове на улице Космонавта на 160 мест с уплотнением. Четыре школы района вошли в топ-100 лучших школ Подмосковья. Это Дмитровский гимназий Локас, Дмитровская школа и Дмитровская школа номер 7. По итогам проекта стандарта организации работы образовательной школы Дмитровская СОЖ номер 9 вошла в десятку лучших. Как отметила Татьяна Юрьевна, лицей номер 4, школа номер 10 и Дом детского творчества «Радуга» стали победителями областного конкурса на присвоение статуса региональной инновационной площадки и получили из областного бюджета по 1 миллиону рублей на закупку оборудования. Высокие результаты показали учащийся школ на региональном и заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. 12 первых и 45 призовых мест на областном этапе, одно первое и два призовых на заключительном Всероссийском. Лидерство в олимпиадном движении сохраняют Дмитровские гимназии «Логос» и «Дмитров». Около 100 школьников из Дмитровского района получили именные стипендии губернатора и главы района. Два года в детских садах реализуется новый федеральный стандарт для школьного образования. Во всех первых, вторых, третьих, четвертых, пятых и шестых классах осуществлен переход на новый федеральный государственный образовательный стандарт начального и основного общего образования. Осуществлялась апробация ведения в ГОС основного общего образования в седьмых, восьмых и девятых классах в 25 школах. Повышено качество доступа к образовательным информационным ресурсам сети интернет в школах и детских садах. Вместе с достижениями в сфере образования Татьяна Довженко рассказала и о планах на будущий учебный год. Задач очень много. Одна из первостепенных – к 20 августа подготовить все образовательные учреждения к новому учебному году. Вместе с планами и достижениями начальник районного образования остановилась и на проблемах. В их числе – закончить строительство детского сада на улице Гравийной в Дмитрове и решить проблемы с обеспеченностью местами в дошкольные учреждения для детей в возрасте с полутора до трех лет. – ликвидировать вторую смену в ряде образовательных учреждений, решить кадровый вопрос, повысить уровень заработной платы педагогическим работникам, заменить асфальтовые покрытия на территориях школ и многое другое. Почему этот дом нельзя было объявить общежитием или служебным помещением, если вы хотите кадры закреплять? В прениях выступили представители общественности Наталья Баршева и Алла Миндяшвили с вопросами об учительском доме и о реорганизации специализированных групп в детских садах. По окончании доклада и дебатов временно исполняющей обязанности главы района Елены Трошенковой было предложено включить в проект решения вопросы об асфальтировании территории школ и о мерах по улучшению жилищных условий для учителей. В классах детей с такими диагнозами мы будем изучать.